Можно сказать, что профессия учителя зародилась вместе с человечеством. Передавать знания молодым поколениям было большой ценностью во все века. Но время идет, сейчас преподавать непросто, ведь современный учитель вынужден постоянно конкурировать за внимание детей с многочисленными источниками информации. Теперь, помимо таких важных качеств, как трудолюбие, работоспособность, организованность, настойчивость, преподавателю важно идти в ногу со временем и постоянно повышать уровень своих знаний. Педагогический фест существует именно для этого, для помощи и поддержки нового поколения учителей. Традиционно мы проводим этот фестиваль в середине мая, когда пробуждается природа, все вокруг зацветает. Наверное, также мы хотим, чтобы пробудились и молодые педагоги. Но пробудились, конечно, не от спячки, а пробудились, желая совершить и сделать что-то новое, достичь чего-то в своей профессии, выбранной профессии. А мы, более опытные старшие коллеги, хотим, чтобы они остались в этой профессии. Фест имеет несколько целей – стимулирование творческой инициативы молодых педагогов, обмен знаниями с коллегами в результате мероприятия выявления особо талантливых специалистов, способных к активной деятельности в профессиональных педагогических сообществах и первичной профсоюзной организации. Педагогический фест проходит в два этапа. В течение первого заочного этапа у нас приняло участие около 50 молодых педагогов. И по результатам было отобрано 22 молодых специалиста, которые будут сегодня, скажем так, показывать свои знания и умения, чему они уже научились и что они используют. Конкурс проходит под лозунгом «Включайся, втвори, вдохновляй». После торжественного открытия форума прошло пленарное заседание, на котором обсуждали наиболее важные вопросы, касающиеся становления и развития педагогов. Далее прошли выступления 22 участников феста по направлению «Педагогический лайфхак. Есть идея, и это работает». Каждый выступающий представил себя и поделился с публикой своими находками, интересными идеями, быть может даже уловками, с помощью которых учитель завоевывает внимание детей. Главная цель – это презентация своих идей, поэтому идей, а идея – это мысли о преобразовании, решении, реальных конструктивных идей, как сделать образовательную практику 21 века более эффективной. И поэтому сегодня они презентуют свои решения, свои находки, вместе с тем анализируя, рефлексируя те инструменты, которые эффективны других преподавателей. Это возможность и обмена опытом, рефлексии другого опыта. Безусловно, это коммуникация, это очень важно. На этом форуме я хочу поделиться своими математическими лайфхаками, которые я использую в своей разработке для детей, чтобы было удобно считать без калькулятора, чтобы не пользоваться листочками. Можно легко примеры посчитать за пару секунд в уме, и этого достаточно. Очень легко и интересно. Можно сказать, что фест – это взлетная полоса для молодых преподавателей, ведь именно здесь их огромный творческий потенциал могут заметить, и что главное – помочь его развить, добиться определенных успехов. Об этом не понаслышке знает Ольга Дейнека, одержавшая победу на одном из таких фестов много лет назад. Педагогический фест молодежный является определенной стартовой площадкой для сегодняшних наших молодых педагогов. У любого из молодых учителей есть возможность заявить о себе, рассказать о своем хоть и небольшом опыте работы, поделиться какими-то своими творческими замыслами. И мы, естественно, видим, замечаем таких молодых учителей и привлекаем к профсоюзной работе в Молодежном совете Брестской городской организации отраслевого профсоюза. Молодежный совет уже действует 6 лет, и всегда все инициативы молодых педагогов поддерживаются городским комитетом отраслевого профсоюза. Молодое поколение преподавателей понимает, как им нужно работать. Они находятся в постоянном поиске идей, стремятся к саморазвитию. Это очень радует, ведь за ними будущее. Преподаватель нового времени — это тот преподаватель, который следит за всеми трендами, за всем, что происходит в современном мире, потому что детей очень удивляет, когда ты знаешь какие-то современные методики, когда ты знаешь какие-то современные приложения, когда ты говоришь, что «я тоже знаю, что есть такой TikTok», дети очень удивляются. А когда ты еще можешь как-то сказать, что это вам поможет в обучении, вы сможете переводить видео из TikTok, если мы будем с вами учиться это делать, они становятся еще более воодушевленными и начинают хотеть развиваться. Поэтому, мне кажется, современный преподаватель — это тот, кто именно следит за трендами и постоянно развивается. Программа шестого педагогического феста была насыщенной. Молодые специалисты приняли участие в трех обучающих мастер-классах, поучаствовали в профсоюзном квесте, прошли тренинг от педагогов-психологов, и, конечно, последним этапом мероприятия было подведение итогов и оглашение победителей форума. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Телекомпания БУК-ТВ. Телекомпания БУК-ТВ.